Здравствуйте! В эфире новости губернии. В студии Олег Зверев. И Татьяна Потоцкая. Сначала коротко о главных темах выпуска. Инициатива снизу или результаты реальной работы в Тольятти подводят итоги общественных советов и дают советы остальным городам и районам. Когда дом не крепость, а сугроб, как на улице Земица, в Самаре люди оказались в снежном плену. Кто виноват и как выживают под толщей снега? Наши корреспонденты разбирались в ситуации. Блины как искусство. Эксклюзивный мастер-класс благотворительного характера провели в Самаре, чтобы собрать деньги в фонд помощи тяжелобольным детям. Три жилых дома и пять административных зданий в Самаре на улице Антон-2-Всеенко остаются без воды из-за коммунальной аварии. В основном в зоне происшествия учебные заведения. На месте порыва работают бригады самарских коммунальных систем. Напомню, сегодня утром рядом с трамвайными путями на остановке Педагогический университет из-под земли забил фонтан. Позже выяснилось, лопнула труба холодного водоснабжения диаметром 300 миллиметров. Как нам сообщили в пресс-службе организации, работать будут весь день, если понадобится и ночью, устранить аварию, намеренная в течение суток. Бригада приступила к производству земляных работ, предварительно отключив данный участок водопроводной линии от водоснабжения. В результате три жилых дома, советской армии 130, 130А и Карбышево 81, а также пять административных зданий. Вода будет подаваться бойлерами по заявкам жителей и организаций, и в настоящее время вода уже двумя бойлерами СКС туда подвозится. Ускорить процесс, к сожалению, очень сложно, потому что производству земляных работ мешают семь деревьев, в ветвях которых находятся провода линии электропередачи. Продолжаем выпуск. Самарская область будет участвовать в новой федеральной программе «Жилье для российской семьи». Об этом пишет ведомость СИРУ со ссылкой на министра строительства Михаила Меня. Пока проект проходит межведомственные согласования, в марте его представят в правительстве. Но уже известно, что реализация программы намечена в 36 регионах страны, в том числе и в нашем. Предполагается, что в ближайшие четыре года должно быть построено не менее 25 миллионов квадратных метров жилья эконом-класса по цене не выше 30 тысяч рублей за квадратный метр или не дороже 80% от уровня рыночных цен в субъекте. Претендовать на такие квартиры смогут несколько категорий граждан. Это жители ветких аварийных домов, многодетные семьи, ветераны боевых действий, а также те, кто проживает в условиях, когда на одного члена семьи приходится площадь меньше 18 квадратных метров. Как снег на голову, в буквальном смысле зима для жителей дома на улице Земица. Каждый год он превращается в сугроб, происхождение которого для жильцов очевидно. Говорят, что регулярно наблюдают, как снег на жилое здание сбрасывают с железнодорожных путей. Возмущенные люди уже обратились в полицию, прокуратуру и непосредственно в управление Кубышевской железной дороги. Пока результата нет, а коммунальные проблемы нарастают, как снежный ком. Дарья Болгова разбиралась в ситуации. Вот, и в угол дома уперся в сугроб. Этот сугроб высотой с двухэтажный дом – причина коммунальных бед местных жителей. И вырастает он каждый год. Снег в это место сбрасывают с железной дороги, которая находится рядом. Почему не километром дальше, для жителей остается загадкой. Из всех многомиллионных километров железной дороги, они выбирают почему-то именно то место, где живут люди. Бились, обращались, говорили, жаловались. Никто никак не реагирует. И ко всему прочему, вот финальным аккордом было неделю назад всыпание вот этой кучи снега. Прямо вот самый угол нашего дома. Собирается с путей своих, железнодорожных путей снег, и валют за нашим домом. То есть там ни пройти, ни проехать. Но самое страшное, весь этот потом снег тает, и вода ручьем начинает течь реки прямо к нам в дом. Дом после военной постройки фундамента не имеет. Каждая весна на шаг приближает его к разрушению. Уже сейчас щели в стенах практически сквозные. Квартиры холодно, батареи не справляются. Еще один неприятный момент. Черная плесень. От постоянной сырости грибок разрастается на глазах. Вот весь дом уже такой. Особенно, где вот основания. Дети болеют, а взрослые обращаются в полицию, прокуратуру и в управление Куйбышевской железной дороги. Документов и предписаний собрали много, но сугроб и ныне там. В управлении Куйбышевской железной дороги сообщили. Об этой ситуации раньше и не слышали. Сейчас проводят проверку. Как только пришел запрос, пришло обращение, работа началась уже сегодня. Начальник службы пути принимает конкретные меры, чтобы выяснить, как это произошло. Сейчас поднимаются распорядительные документы, чтобы понять, точка это официальная или точка это неофициальная. Но еще раз говорю, что будут приняты все меры, чтобы впредь это не повторялось. Такое вот недоразумение обернулось для жителей многолетними разборками. Теперь им только остается ждать, когда уберут злополучный сугроб. Плюсы в этой ситуации находят только те, кому зима еще в радость, а коммунальные проблемы не портят настроение. Наря Болгова, Александр Каракулько, Новости губернии. Общественные советы Тольятти доказали свою эффективность. Сегодня в Автоград перенимать опыт съехались депутаты всех городов и районов области. Там прошел совет представительных органов власти. Конструктивный диалог общественности и руководства должен помогать быстро и качественно решать проблемы на местах. В Тольятти эксперимент удался, а теперь дело за другими территориями. Как наладить контакт, расскажет Ирина Грумеза. Разговор об эффективном взаимодействии граждан и власти не случайно проходит именно в Тольятти. Город неоднократно признавался лучшим по этому показателю в 63-м регионе. Мнение общественников здесь имеет вес. Работа ведется системно. За два года создано более 120 некоммерческих организаций. С помощью разветвленной сети общественных советов, которые существуют как при городской думе, так и самостоятельно, донести свои предложения и замечания до законотворцев и исполнителей может каждый. Оказала практика, вот последнее принятие программ и бюджета. Значительная часть замечаний была учтена. Поэтому считаем, польза очевидна и участие граждан здесь налицо. В Тольятти здесь как такой пионер, показывающий пример другим городам. Стратегическая задача повысить роль гражданского общества в управленческих процессах стоит сегодня перед всеми муниципальными районами области. В Клявлинском уже принимают новый устав, который утверждает современный институт сети менеджмента. Сегодня, наверное, как никогда, институты гражданского общества должны быть более открыты, более раскрепощены. Вектор развития можно строить только с учетом настроения самих людей, с помощью самих этих людей, которые будут предлагать, которые будут меняться, которые будут видеть, в какую сторону они хотят что-то изменить в своей территории. Впервые в стране Совет представительных органов при областном парламенте появился именно в Самарской области в 2005 году. Сейчас это региональная сеть, которая эффективно работает более чем с 300 общественными организациями. Законодательные инициативы, которые от них поступают, исчисляются сотнями. Все наиболее актуальные проблемы, которые волнуют общество, они выносятся на заседание общественного совета. Мы обсуждаем и затем принимаем те решения, которые необходимы для того, чтобы в конечном итоге было должно реагировано власти на ту или иную проблему. Это и организационное наше обеспечение совместно с исполнительными органами власти, с правительством Самарской области в случае необходимости. Это и решение тех или иных проблем через законотворческую деятельность. Ирина Грумеза, Борис Кислицын. Новости губернии. Тольятти. Грумез перешел на штатный режим работы. Напомню, утром из-за сильного тумана аэропорт не мог принять 9 рейсов. Видимость на взлетно-посадочной полосе составляла всего 250 метров. Тогда как по нормативам необходимо минимум 800. Теперь туман рассеялся, все борты прибывают согласно расписанию. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте аэропорта. На территории национального парка Самарская Лука построят три всесезонных туристических комплекса. Обустройство центральной части заповедника предусмотрено в проекте «Жигулевская жемчужина». Сегодня исполнение программы обсуждали на заседании Общественного совета по туризму. Сам комплекс будет расположен в центре заповедника. Площадки соединят новые экологические маршруты. По замыслу «Жигулевская жемчужина» станет одним из главных объектов туристического кластера Самарской области. Кроме того, в числе приоритетных направлений – речные круизы, жизнедорожные маршруты и событийный туризм. С точки зрения реализации «Жигулевской жемчужины» сформирован план мероприятий по реализации. Понятно, что проект очень большой, серьезный, и его нельзя единовременно решить каким-то распоряжением. Работа будет вестись комплексно. Совместный поиск инвесторов ответственность лежит как на Министерстве экономического развития, так и на Департаменте развития туризма. По проекту планировки будут искаться конкретные инвесторы на конкретные объекты. Это на объекты гостиничной инфраструктуры, развлекательной, спортивной. Обратный отчет пошел. На 1 сентября запланировано торжественное открытие Самарского кадетского корпуса МВД России. Председатель правительства страны Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании учебного заведения. Согласно документу, в штате будут числиться 153 сотрудника, а обучаться 350 человек. Кадетский корпус открывается в поселке Управленческий на базе бывшего филиала Саратовского института МВД. Сейчас идет капитальный ремонт помещений. Заявки на первый набор подали уже 96 претендентов. Победила дружба. В Самаре прошел финал юношеского турнира по футболу, посвященного Дню Защитника Отечества. Соревнования, которые организовала Городская дума, начались 24 февраля. Приняли участие 28 школьных команд со всего города. Решающий матч оценила и наша съемочная группа. Обучение по ходу игры равнодушными не остаются ни тренеры, ни сами спортсмены, ни болельщики. В финале турнира оказалось лишь 6 команд из 28. Многие из них мечтают играть в профессиональных клубах, ну а пока тренируют навыки на школьном дворе. Для меня футбол это вся жизнь моя. Я не представляю жизнь без футбола. Интересно посмотреть, как играют многие другие школы и игроки. Сам турнир проходил 5 дней. Посвятили его Дню Защитника Отечества. Я не припомню, чтобы у нас хотя бы хоть один турнир на территории городского округа Самара проходил с таким количеством команд, где было все это организовано на одной площадке. У нас было всего 6 групп, в которых принимали участие все вот эти вот команды. Очень важно. Почему? Потому что ребята варятся не в собственном знакомстве, а встречаются, то есть соревнуются. Ну, выход должен быть не просто, когда команда тренируется, прекрасно понимаете, а когда ребята соревнуются друг к другу. Победителям от организаторов Самарской городской думы достались дипломы, медали и традиционные призы, футбольные мячи. Ирина Трофимова, Дмитрий Столяров, Новости губернии. Просто и со вкусом. Мастер-класс от шеф-повара. Настоящие кулинарные чудеса. И все это с благородной целью. В Самаре прошел масленичный вечер. Все деньги от продажи билетов направят в фонд помощи тяжелобольным детям. Вау! Е! Да! Подвосторженные возгласы посетителей прямо на глазах рождается настоящее гастрономическое чудо. Главное блюдо недели – блины, но не простые, а по эксклюзивным рецептам. Секреты мастерства от мастера своего дела. Но прежде всего, это благотворительная акция. Организаторы ставят перед собой высокие цели. Все деньги, собранные от продажи пригласительных билетов, пойдут в фонд помощи тяжелобольным детям. И, возможно, помогут спасти чью-то жизнь. Все средства, которые будут собраны здесь, пойдут в пользу двух больных детей. Одного из Москвы, другого из Самары. Потому что нам кажется очень важным, чтобы люди даже на блинной неделе не только развлекались, но и понимали, что они при этом делают доброе дело. А доброе дело делать в хорошем настроении, поверьте, легко и приятно. Задача не только помочь конкретному человеку, но и привить культуру благотворительности. Подобная акция уже принесла результат. Маленькие пациентки из Кошкинского района успешно сделали операцию. Очень стоящее дело, очень такое гуманное мероприятие. Потому что в основном девушки, это возраст 14-15 лет. Ну, сами понимаете, это начинается формирование именно девушки, женщины. В Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Нижнем Новгороде такая акция проводится уже в четвертый раз. А в Самаре впервые. Но организаторы надеются, что и здесь масленичные благотворительные вечера станут традицией. Анна Смирнова, Александр Каракулько, Новости губернии. И о погоде. Первые дни весны в регионе будут по-зимнему морозными. Предстоящей ночью ожидается до 10 градусов ниже нуля. А вот в субботу столбик термометра поднимется уже до нулевых значений. В воскресенье днем синоптики Приволжского гидрометцентра обещают до плюс 4. При этом будет дуть слабый юго-восточный ветер со скоростью 5-9 метров в секунду. Облачно с прояснениями, а на дорогах все же сохранится гололедица. И на этом у нас все новости. До свидания. Генеральный партнер прогноза погоды – меховая ярмарка Торгмех. Внимание! Грандиозная меховая ярмарка. Норка, мутон, бобер, каракуль. Рассрочка без первоначального взноса. 27 февраля по 2 марта в Экспо-Волга. По сведениям синоптиков, предстоящие выходные в Самарском регионе будет облачно, без существенных осадков. Температура воздуха в ночные часы 7-10 со знаком минус. И днем 6-8 мороза. На севере и западе региона до 11 градусов ниже нуля. На востоке и юге около 8. В областной столице ночью минус 7 градусов. И днем в Самаре-Итольяте 6 мороза и легкий северо-восточный ветер. Норка 29 900. Мутон 9 900. Нам нравятся такие цены. 27 февраля по 2 марта в Экспо-Волга. Только до 2 марта в Самарском цирке программа «Сокровища Дикого Запада». Невероятные трюки, фантастические превращения, зажигательные клоуны, бесстрашные гимнасты ждут вас в цирке. Осталось всего три представления. Субтитры создавал DimaTorzok